В базе спорткомплекса «Лидер» стартовал летний фестиваль ГТО и межмуниципальная спартакиада детских оздоровительных лагерей. Эти мероприятия проходят в рамках проведения Всероссийского олимпийского дня, посвященного предстоящей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Девять. Десять. Одиннадцать. Отжаться, пробежать короткую длинную дистанцию и прыгнуть с места – кажется, ничего сложного. Но чтобы получить золотую медаль ГТО, нужно постараться, что и сделали ребята из нашего округа в рамках Всероссийского олимпийского дня и проведения летнего фестиваля ГТО, а также межмуниципальной спартакиады детских оздоровительных лагерей. В спартакиаде участвует более двухсот человек. Это в основном участники спортивных оздоровительных лагерей. Мы также приглашали всех желающих сдать норму ГТО, всех желающих выпускников, студентов. У кого появится желание, тот присоединится к нам. Для каждой возрастной группы разработаны отдельные нормативы. Перед тем, как их сдавать, необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО, где ребята получат собственный ID-номер. Вся информация об успехах ребят будет отражаться в личном кабинете. Впрочем, занятия спортом ребята выбирают не только для получения значка ГТО. Чтобы быть здоровым человеком, поддерживать себя как-то надо. Мне это нравится. В жизни это пригодится. Второй день соревнований будет посвящен тестированию нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» у мальчиков. А девушкам предстоит сразиться в игре «Снайпер». Еще один обязательный норматив – плавание. Ребята могут сдать в дни посещения летними площадками бассейна «Норд». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова